Во время карантина в школах Кубани было введено дистанционное обучение. Современные технологии позволяют перевести в удаленный формат почти все этапы учебного процесса. Однако для успешной дистанционной работы необходимо хорошее техническое оснащение, и чтобы учителя и ученики уверенно владели электронными образовательными платформами. Массовый переход на дистанционный формат нельзя назвать таким уж легким и безукоризненным. Дистанционка – это не совсем привычный процесс обучения. Которая организуется с помощью современных средств коммуникации. Педагогам при переходе на дистанционные занятия нужно было изучить, какие из образовательных платформ самые удобные для проведения дистанционных уроков и освоения школьниками. Научить учащихся пользоваться выбранной платформой. Освоить новую деятельность непросто, есть сложности в процессе работы. Студенты-волонтеры филиала Кубанского государственного университета в городе Славянске-на-Кубани выступили с инициативой о помощи школьным учителям, которая была поддержана ректором университета Михаилом Остаповым. У нас заканчивалась педагогическая практика в школах. В связи с этим мы заметили, что учителя не все готовы к массовому переходу на дистанционный формат обучения. Для себя в своем студенческом кругу приняли решение объединиться и предложить консультативную помощь всем участникам образовательного процесса. На все вопросы, поступающие к нам, мы отвечаем подробно. Мы рады осознавать то, что можем быть полезны нашим учителям. Как будущие педагоги считаем для себя долгом помочь учителям и учащимся, а также их родителям в этот непростой жизненный период. Мы до конца учебного года будем помогать нашим коллегам. Команда цифровых волонтеров и состава студентов, хорошо владеющих программным обеспечением и преподавателей, с 20 апреля оказывает консультационную помощь учителям Славянского, Абинского, Брюховецкого, Красноармейского, Крымского, Приморско-Ахтарского районов и города-курорта Геленджика. Поступают звонки по различной тематике. Ни один вопрос не остается без ответа. Волонтеры легко и понятно объясняют любые сложные моменты, дают практические советы. Как мне дать индивидуальное задание ученику? Чтобы не в общий чат, а вот именно конкретно кому-то. Так, хорошо, сейчас. Давайте я вам покажу. Да, покажите, пожалуйста. Вот, вот ваша фамилия, вы ее выбираете, и вот открывается ваш личный кабинет. Вы переходите на вкладку «Задание», выбираете ученика, вот кнопка «Добавить задание». Так, понятно. Учителя благодарны интернет-волонтерам за своевременную и квалифицированную помощь. Вместе с ними они осваивают новые процессы обучения. Мы работаем на различных интернет-платформах, таких как «Решу ЕГЭ», «Решу УГЭ», «Я класс», «Учи РУ». Мы работаем через социальные сети, работаем через мессенджер с поддержкой аудио-видеоконференции «Дискорд». Но нередко, конечно, во многих вопросах у нас возникают трудности. Это трудности технического характера. И вот в такие моменты нам крайне необходима консультативная помощь интернет-волонтеров, которые могут не только подсказать, но и показать, возможно, более расширенные функции интернет-платформы или какие-то, может, дополнительные возможности. Помощь студентов филиала ученикам и педагогам в дистанционном образовательном процессе очень востребована. С любыми трудностями легче справляться всем вместе. И для студентов полезен опыт взаимодействия с педагогами. Оказание помощи в таком серьезном деле вызывает у них самые положительные эмоции и желание совершенствоваться. А это очень важно для будущих учителей. Обратиться к цифровым волонтерам можно по телефону 8-918-668-0390.